Можно ли так громко заявлять, что все эксперты разбираются в вокале настолько хорошо, чтобы вершить судьбу участников данного шоу? Ленивый, конечно, но не мое это, понимаешь? Да не ты мое, ваше, не ваше, какая разница? Это абсолютно неэтично, непрофессионально. Я считаю, что душевность – это самое главное свойство нашей русской песни. Человек вышел и задал такой вокальный уровень. А то, что я не встала, извините, пожалуйста, я не знаю почему. Но вы участвовали в «Голосе», вам тут не место. Это тот самый редкий мурашечный случай, когда я слушаю человека, и я просто не могу оторваться. Может ли он нести такую вокальную ахинею? Ты чувствуешь, как будто вот здесь открываются вокальные ворота. Как же долго я откладывала этот ролик. Но теперь молчать, знаете, даже как-то неприлично. Всем привет! Вы на канале Изи Мьюзик. С вами токсичная, но справедливая гроза вокального ютюба Даша Монакова. Все, как вы любите, ваши любимые ролики. И в этом видео мы обсудим и даже в какой-то степени разоблачим шоу «Ну-ка, все вместе». Как вы знаете, это франшиза британского телепроекта «All Together Now». Шоу «Ну-ка, все вместе» успела зарекомендовать себя как самый вокальный проект за всю историю. И там побывало очень много моих талантливых друзей, студентов. Оно не ограничено в стилях и направлениях, что мне нравится. Там действительно хороший репертуар, классные переработки песен. За это можно похвалить шоу. В описании шоу ВКонтакте сказано, что выступления участников оценивают сразу 100 человек в студии. В эту сотню вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры и просто люди разных профессий, которые разбираются в музыке и сами прекрасно поют. Но так ли это на самом деле? Можно ли считать шоу объективным? Можно ли так громко заявлять, что все эксперты разбираются в вокале настолько хорошо, чтобы вершить судьбу участников данного шоу? Или в экспертах сидят самопровозглашенные гуру и вокальные мракобесцы? Это мы с вами сегодня обязательно разберем. Обещаю, будет жарко, как всегда. Шоу уже насчитывает 5 сезонов, но в этот раз вайт-медиа решили устроить народный кастинг в разных городах, куда сбегались таланты со всей страны. Но, видимо, никто не был готов к такому количеству талантов в нашей стране. И я не могу не осветить то, что происходило, например, на кастинге в Москве, как было назначено, все пришли к 9 утра. Некоторые заняли очередь в 6 утра, но в 14.00, в 2 часа дня перед людьми просто закрыли дверь и написали, что регистрация закончена. 5 часов на палящем солнце, без туалетов, воды, еды, магазинов рядом. Многие падали в обморок, там были драки. Значит, я поперся на кастинг, ну-ка все вместе народный, я обгорел. Я тут с половины 9 утра на солнце. Вот Рома пришел и народный кастинг. И, короче, нам в 14... вот сколько, правда, хороших людей встречено было, но нам ровно в 14.00 сказали, регистрация закончена, кастинг закончен, люди стоят, никого не пускают. И это самый трешовый кастинг, самый трешовый, который я видел в своей жизни. Также, ребята, напоминаю, что у меня есть бусти, куда я выложила этот ролик с полными вставками, с полной информацией, потому что в данный момент я не могу выкладывать большие куски, да, по правилам Ютуба. Поэтому подписывайтесь на бусти, смотрите полный ролик, если вы хотите дополнительную информацию. Друзья, мой вид после того, как я больше 4 часов отстояла в очереди. Но перед нами закрыли двери. Это просто драка, крики, все недовольны. Организация нулевая, ни воды, ни туалета. Я думала, на самом деле, что такой формат кастингов только в начале 2000-х был возможен, когда особо не рассматривали онлайн-заявки, и люди ждали на морозе или жаре сутками просто в очередях. Почему такая организация процесса плохая, мне лично непонятно. Почему не рассчитать количество народа? Почему не запустить всех в помещение, которое будет арендовано специально под большое количество народа? Почему они думали, что придут мало человек? Почему людям не вынести воду? Почему нужно закрывать двери? Некоторые ехали с других городов и готовились к кастингу. В итоге половина уехала, половина осталась ждать, и их только под вечер или ночью запустили. Я понимаю, что все продюсеры и организаторы не ожидали такого ажиотажа, и у них не было опыта проведения подобных кастингов. Некоторые дождались, а их развернули со словами, ну, вы участвовали в голосе, вам тут не место. Вот это поворот! Участников шоу «Голос» на другие шоу не берут. Ну, типа сказали принципиально «нет». И все, даже прослушивать не стали. Хотя предварительно этих людей, которые участвовали в голосе, их лично приглашали на эти кастинги. Или же другая сторона медали. На кастинг приходили люди, которые не подавали предварительно заявки. Но они также стояли и проходили кастинги. По мне это очень неорганизовано. Даже перед народными кастингами должны быть отборы, чтобы жюри не уставали. Не было такого, чтобы перед изможденными людьми закрывали двери. И я реально понимаю негодование кастингующихся. Также на уровне слухов я знаю, что были люди, которых проводили без очереди. Ну, это, опять же, вы можете расценивать это как сплетни. Сплетни, хорошо, да? Были люди, которых просто проводили через другие двери. Это ужасно на самом деле. И, опять же, в рамках этого всего люди, которые подавали заявки, они подавали и видео, и аудио. Их заранее кастинговали. Тогда зачем вы кастингуете людей, если все равно все приходят на этот кастинг? И понятное дело, что вы, ну, бесконечное количество народу не прослушаете за один день. Вы прослушаете, ну, максимум, максимум 200-250 человек. А там, напоминаю, было, ну, мне кажется, ну, больше тысячи точно. И на что рассчитывали организаторы, на что рассчитывал данный проект, когда он просто в открытую звал всех людей на народный кастинг? Такого не бывает. Либо делаете несколько дней, либо распределяете как-то. Все равно, блин, мы живем в 2024 году, когда у нас есть интернет, когда можно организовать весь процесс. И люди, которые приходили на кастинги, ну, это не просто, да, какие-то люди. Хотя и приходили те, которые вообще петь не умеют. И просто как они туда попадали, а их пропускали. И среди кастингующихся были уже достаточно именитые вокалисты, которые успели зарекомендовать себя на разных конкурсах, которые постоянно гастролируют, да. И мне просто жалко, что, блин, вот к ним такое отношение. То есть, либо все на равных условиях давайте, да, либо уж делайте заранее такой кастинг. И когда, конечно, перед людьми закрыли двери, ну, все кричали позор. Там реально драки были, там все кричали, мужики по головам ходили. Это было жестко. Я, конечно, не знаю, для меня это как-то унизительно, стоять в подобном кастинге. Вот. И, кажется, было бы гораздо лучше, если бы у кастингующихся был под рукой онлайн кинотеатр Flex. Здесь представлено огромное количество старых и новых фильмов, и сериалов, и даже тех, что не вышли на больших экранах в России. Ведь они в эксклюзивной профессиональной озвучке от ТВ-шоус. Кинотеатр представлен не только в формате сайта с максимально удобной навигацией, но и в формате крутейше разработанного приложения, адаптированного как под iOS, так и под Android. А если у вас есть смарт-ТВ, то приложение можно установить прямо на него. Высокое качество картинки 4К и звук 5.1 помогут максимально погрузиться в атмосферу на экране. Тем более, что у кинотеатра есть собственный плеер, а значит, ничего не будет тормозить. Здесь нет ни баннеров, ни рекламы. Поэтому скорее подключайтесь, чтобы не пропустить все горящие новинки, а также классику. Netflix, Amazon, Apple TV, Disney+, и HBO. За Олимпийскими играми в Париже тоже получится подсмотреть в кинотеатре. Можно следить за всеми главными спортивными трансляциями. И самое главное, по специальному промокоду ЧЕРЕВАТ24 вы сможете получить скидку в целых 50% на любой тариф. А это значит, что целый месяц любыми фильмами и сериалами обойдется дешевле, чем стакан кофе. Но давайте же коснемся щепетильной темы. Тема жюри. Я понимаю, почему в жюри сидит Сергей Лазарев, Этери Беряшвили, Уортман и даже Басков. Но никогда, ребята, не понимала, почему везде форсят так называемого Андрея Солода. На секундочку, номинанта Грэмми. Да, скажите его, он же номинант Грэмми. Но об этом мы с вами попозже поговорим, насколько он номинант Грэмми. И его друга академиста Николая Ерохина. В джазе я, конечно же, дилетант. Могу это слышать так, как нравится мне или не нравится. Веду в курс дела. На народный кастинг попала одна шикарная вокалистка Анна Искова. Она исполняла песню Серова «Как быть». И потом исполнила кусочек из песни Селин Дион «Power of Love». От тебя скажу, что Анна – это высочайший профессионал своего дела. Она великолепная певица. Аня брала у меня один раз консультацию. Это был тот самый редкий мурашечный случай, когда я слушаю человека, и я просто не могу оторваться. Это идеальная техника. Все в Ане супер. И такой голос, и вообще Аня, она достойна мировых сцен. Я очень рада, что жюри ее оценили и дали ей возможность еще себя показать. Но в группе ВКонтакте опубликовали обсуждение уже упомянутых Солода и Ерохина. Видимо, обсуждение ради обсуждения. Сейчас мы опустим их якобы профессиональные комментарии. И они не нашли ничего толкового, да, чтобы сказать, но решили задеть внешность Анны. Она как-то и боксом занимается, если что. Боксом, боксом, да? Боксом занимается. Да, да, да. Я помню, с такой хорошей тяжелой челюстью была девочка. Но вообще там выдала не только челюсть, там были очень хорошо покаченные руки, которые сами говорили за себя. Это абсолютно неэтично, непрофессионально. Человек вышел и задал такой вокальный уровень, который ни Солоду, ни Ерохину не снились. Человек пришел показать свои певческие способности. Это вокальный конкурс. И потом, извините, какие-то два петуха начинают давать характеристику внешности Анны. Я вот сейчас обращаюсь к вам. Вот что вы вообще себе позволяете? И Ерохин вообще не первый раз критикует участниц на предмет внешности. Как это было с Варварой Убель, которая спела просто блестяще. Вот она, легкая. И Ерохин со своей напарницей, оперницей, решили пройтись по образу участницы, который, ну, по мне, на все сто совпадал и с песней, и с Варварой. Внешний вид тоже, конечно, меня немножко оттолкнул. Не знаю. Вверх от Мадонны не считаю. В первую очередь меня оттолкнуло почему-то платье. Это все было напето, ну, скажем, в полголоса. Да бери-бери, вот и все. Че тут петь-то? То есть это он считает объективным судейством после тех слов, которые он озвучил в этом прямом эфире? Напомню, Ерохин ничего не понимает в эстрадном и джазовом вокале. Он сам в этом признается. Я не джазовый вокалист. Я многое не понимаю. Иногда я даже не понимаю, и ты знаешь, я оборачиваюсь к тебе наверх и говорю, это правильно, это хорошо. Но все равно, как бы там ни было, я же и сам очень много пою эстрадной музыки. Да, конечно, я пою ее, может быть, не эстрадной манерой пения, а все равно на поставленном дыхании. И вот, что они сказали о вокале Анны. Очень октавно, высоко на таком пределе. Было ощущение, что сейчас она из этого уже не сможет дальше выкарабкаться. Да, она не выкарабкалась, я ждал, что она пойдет наверх, а она поспела на октаву ниже. Следующий ход. А вот у меня абсолютно другое ощущение. Как бы она после вот этого октавиального, такого очень низкоэнергетического голоса, она в этой же тональности и в этой же октаве перешла на опорный голос, на опорный голос. И это стало звучать абсолютно по-другому. У нее прошел Мэтта Сопрана. Я считаю, что она может петь как Мэтта Сопрана. Интересно, они сами друг друга понимают между собой? Честно говоря, я даже не знаю, как расшифровать вот эту профессиональную критику. Напоминаю, Андрея Солода представляют так. Единственный российский исполнитель, являющийся действительным членом Президиума Королевской Датской Академии Вокального Искусства. Имеет контракт с Венским филармоническим оркестром. Единственный артист в России, который сотрудничает со всемирно известной французской группой. Ученик всемирно известного педагога по вокалу Грега Энрикса. Носитель и педагог уникальной вокальной техники CVT. Complete Vocal Technique. Действительный член Президиума и педагог Королевской Датской Академии Музыки. The Royal Academy of Music. Номинант на премию Грэмми в категорию «Лучшая современная переработка классического произведения». Я понимаю, ребята, затянулось представление Андрея Солода, но извините, ну как бы регалий-то ого-го. Но как бы не так, тут можно вообще человека по каждому пункту уличать во лжи и самопровозглашенных титулах. Как вы думаете, человек, который считает себя доцентом и членом Президиума Королевской Датской Академии Вокального Искусства, ученика всемирно известного педагога по вокалу Грега Энрикеса, который, кстати, дает, ну, русскоязычные мастер-классы в онлайне запросто от профти, насколько я знаю, и педагог уникальной вокальной техники CVT, может ли он нести такую вокальную ахинею? Я говорю, не в лоб, а в почке. Диафрагма наша находится все-таки в зоне почек, а не в зоне пупка, если так, если что, если вдруг кто до сих пор думает об обратно. Ты чувствуешь, как будто вот здесь открываются вокальные ворота. Откуда отсюда возьмется мясо? Вот скажите мне, педагоги в том числе. Что фрая – это опасно, что у нас есть расщепленные связки. А вот связками начинаешь хрустеть, вот этот гвоздь, он где-то в том месте. Андрюш, я обращаюсь к тебе и к тем, кто нас слышит. Никогда в жизни своей я вас просто заблинаю. Не делайте связками вот то, что сейчас сделал этот товарищ. Ну, потому что это одно из самых травматичных упражнений для связки. Да ты что! Да, связки прям так расщепляются на молекулы, прям на глазах. Я прям это вижу. О! Вот, кстати говоря, что касается вопросов. Спрашивают Оля Басов, да, наш любимый. Что он имел в виду, говоря о расщеплении этих связок? Расщепление – это определенный прием, когда происходит недосмык голосовой. То есть полное смыкание – это когда связки вот так замкнулись, а недосмык – это вот такое пение. Да, и в этом есть такой момент, либо это функциональное расщепление, когда у тебя действительно от природы или от какой-то травматики происходит расщепление. Либо это уже непосредственно ты делаешь там искусственно, правильно? Искусственно, но очень часто это бывает болезненно. Потом Ерохин также дезинформирует, говоря вот такие чудесные вещи. Лучше петь чистыми, красивыми голосами, без призвуков каких-либо, без использования носа. Потому что, как показала Сочи кастинг, ребята очень многие пели в нос. Почему? Потому что это очень удобно. Это очень удобный резонатор, который звучит. У нас звучат лобные пазухи, у нас звучат гаймовые пазухи вот здесь. И вот это вот. Также Андрей просто мастерски высказывается про диафрагму и пение в нос. Как бы все кидается в носовые пазухи. Да, с одной стороны, это, наверное, удобно в какой-то критической ситуации, хотя я готов с этим поспорить. Именно критическая ситуация развивается у мокалистов и у голосовых связок, и у аппаратов. Это лишь именно на том, когда мы поднимаем все очень близко к носу, к зубам. И это не приносит дивидендов в плане вашей природы. Вы не можете до конца показать, насколько вы тембрально обогащены. Не здесь, а внизу. Не хватает природы. Не хватает еще более глубинной природы для того, чтобы раскрыться. Для того, чтобы показать все свои возможности. Не просто тембральные, а обеоканальные. И для того, чтобы эта интонация стала еще более востребованной, нужно все-таки работать непосредственно с диафрагмой. А диафрагма — это наш локальный низ. Это важно везде и всегда. Вот какого бы мы жанра, каких бы исполнителей мы не брали сейчас в пример, везде существует низ. Низ нашей диафрагмы, нашей локальной подушки. Да, да, мы должны найти его. Меня, конечно, удивляет то, что каждый эксперт «Ну-ка, все вместе» может написать про себя все, что угодно. Ну, например, давайте мы с вами порепетируем. Привет, меня зовут Даша Монакова. Вселенская певица, бывшая девушка Лени Крабица. Педагог по вокалу всемирно известной группы BTS. Член королевской семьи Таиланда. Носитель уникальной методики Vimy VT в переводе «Вселенская мировая вокальная техника». Единственная учрица Уитни Хьюстон. Видео, к сожалению, не сохранились. И номинант на премию «Оскар» за лучшую комедийную женскую роль. Вот, то есть вот так можно было, да? Так было можно? Ладно, ребята, так как мой канал посвящен музыке, вокалу, вы должны пройтись по вокальным мракобесам. Как Андрей Солот может быть носителем методики CVT сертифицирован, если А, он не числится на сайте, внимание, датского института CVI? Я работаю как бы лицензированно по разрешению техники CVT. Я отучился в Лос-Анджелесе, я прошел серьезную практику. Меня пригласили на стажировку в одну из филиалов. Это датская академия, это королева. Открыла сама за свои средства в Дании эту академию. Она стала очень известной. И очень как бы не то, что известно это одно, но качество, которое она дает. А у нас всего, ну, там, 2-3 мастера, по крайней мере, русскоговорящих, дипломированных официально. Почему он методику CVT переводит как американская методика вокала, если она датская? Но она все-таки переводится как complete, законченная вокальная техника, да, совершенная вокальная техника. Другими словами, как ее называют, американская техника вокала. Конечно, мы не будем затрагивать, что уровень знаний у него совершенно не CVT-шный. Это совершенно не CVT-терминология. Видимо, он вешает лапшу на уши только тем, кто вообще не знает, что такое CVT. Он не владеет терминологией, он ее не использует. Он не использует знания, которые официально дают в институте в Дании. И эти знания даются именно в специализированном институте, CVI, а не в Королевской академии музыки. Это вообще-то считается даже консерваторией. И не в LA, да, не в Лос-Анджелесе, а именно в институте CVI. Как Андрей может быть номинантом на Грэмме? Вот как он рассказывал? Чтобы туда номинироваться, это должна быть такая рекомендация. Порекомендовали как бы в саму академию Грэмми, да? Это русская классика, была полностью обработана современной манией. Один из самых известных ведущих в Мадриде, в Испании. Он рекомендовал академикам. И мы были номинированы в числе пятерки. Грэмми саму не получили, но номинантом как бы я являюсь. Если он даже не числится в номинантах за тот год и за последующие года. Напоминаю, всех номинантов публикуют на официальном сайте. Что лонг-листы, что шорт-листы. Да, лонг-листы, там может быть кто угодно, ребята. Шорт-листы, это уже действительно пятерка, там, шестерка самых лучших, которые уже непосредственно присутствуют на премии Грэмми, среди которых делается выбор. Помню, Агутина все боготворили, когда он попал в лонг-лист Грэмми. Напоминаю, в лонг-лист, не в шорт-лист за латиноамериканский альбом. А тут как бы вот Андрей Солод, такой непризнанный гений, да, пятерки лучших. И про него все забыли. Вам не кажется, что пахнет пиздерем? Мы также можем посмотреть сертификаты Андрея от LA Music College и The Royal Danish Academy of Music. Только на сайтах нигде его нету. На его сертификатах нет печати, и сертификаты официально выглядят так, как будто их нарисовал сам Андрей с одинаковыми шрифтами. В июне 17-го года он должен был быть в LA, но фото только из Москвы и выступления на корпоративах. Думаю, что дипломы бакалавров и доцентов, хотя я сомневаюсь, что в европейской системе есть понятие доцент, выглядят, вы, кстати, напишите в комментариях, выглядят куда более внушительно, чем эти бумажки с голубой каемочкой, которые нарисовал Андрей. Уверена, ребята, вот кто закончил европейские и американские вузы, подтвердят это. И единственное упоминание о своих многочисленных регалиях мы можем найти только в источниках Андрея. Нигде больше. Ни Эндрю Солот, ни Андрей Солотки ничего не находят в гугле. Меня это очень удивляет и даже смешит, как можно легко придумать о себе небылицы, а все восхищаются и верят. Видимо, биолончелист из фильма «Собчак» учился хитростям у Солода. А потом, имея все вот эти придуманные регалии, мы ходим журить вокальные конкурсы, раздаем советы наиталантливейшим, просто вокалистам, зовем их себе на уроки, ведь Эндрю Солот – это не хрен с горы, а чуть ли не обладатель Грэмми за «The best contemporary classical composition». Он учился во Вселенском вокальном колледже, значит, он знает многое. Хорошо. А откуда ты всего этого набрался, вот таких вот знаний? Так я ж в Америке учился, в Лос-Анджелесе. Ладно, это просто, ну, затянули, да, немножко солодом. И поверьте, таких странных людей безумно много. Хотя нам было сказано, что все эксперты – профессионалы своего дела. Только почему мы постоянно слышим такие некомпетентные комментарии? Я считаю, что душевность – это самое главное свойство нашей русской песни, которая отличает ее от песен очень многих других народов. Ленивый кач, но не мое это, понимаешь? Да это не мое, ваше, не ваше, какая разница? А то, что я не встала, извините, пожалуйста, я не знаю почему. Почему в сотке регулярно просто сидят те же сестры Зайцевы? Вот что они забыли? Вот так микрофон подержали, как бы теперь эксперты музыкальные? Я понимаю, они могут быть прекрасными людьми, но они судят очень профессиональных вокалистов, которые на несколько голов выше, чем большинство экспертов. И потом происходят такие случаи, когда реально крутые ребята пролетают просто. Лазарев злится, ругается, все кричат. Это, конечно, хорошо, да, для шоу, но давайте создавать объективность все-таки. Дело в том, что мне, как стихотворцу, который работает на русском языке, очень важно, чтобы русские песни были в финале. Да ее просто не про это, вы рубите дорогу, вы рубите дорогу к классному исполнителю. Вот иногда складывается впечатление, что только Лазарев, Этери, ну и, допустим, 50% могут действительно профессионально оценить участников. И поставлю последний вопрос, почему на сцене одни и те же, их не слышно? Вот часто простые люди пишут эти комментарии. Мне такие комментарии пишут, я уверена, кому-нибудь из вас тоже пишут такие комментарии. Ребята, как шоу-бизнес был сборищем клоунов и притворцев, которые боятся конкуренции? Таким он и остался, что в 90-х, что в 2000-х, ну и, похоже, в 2024-м тоже это продолжается. Думаете, тот же Басков хочет, чтобы появился человек, который займет его место? А таких претендентов много. Уверена, что он не хочет этого. И так можно сказать про каждого. Если сидят такие странные личности, которые непонятно вообще, как туда попадают, то мы делаем свои выводы. И одни и те же лица на ТВ. Они так и будут мелькать, потому что все через знакомство, все через связи, панибратство. И талант не важен, ребята. Вы наверняка за 5 сезонов наслушали столько крутых голосов. И уверена, у 90% этих конкурсантов это их 500-й кастинг на ТВ-проект. И они уже светились на ТВ. Многие становятся заложниками этих ТВ-проектов в надежде, что так о них больше узнают. Они станут известными, как Сергей Лазарев. Я могу по пальцам просто пересчитать тех артистов, которым конкурсы дали продвижение в карьере. Которые стали известны благодаря ТВ-проектам. И то это либо удача, либо очень большое трудолюбие. Либо, опять же, через знакомство. Как вы понимаете, на примере Андрея Солода и некоторых экспертов это крайне важно. Ну, сколько Солоду дают там говорить. Хотя, ну, извините. Я думаю, все там глубоко понимают, что он заврался. Просто сколько можно этого лицемерия? Я просто всем сердцем ненавижу эти крысиные клубки. Ну, терпеть не могу. Сам формат шоу, он хороший. Там очень много талантливых ребят. Но, вы знаете, вот вкупе, короче, это выглядит как-то очень непрофессионально. Как бы вот этот вот первый ком у меня был организаций этих народных кастингов. Когда мои студенты просто такие пишут с красным лицом и говорят. Даша, типа, я все, я обгорела вся, уже в полуобморочном состоянии. Нам не открывают дверь, а человек на секундочку ехал из другого города. Специально. Многие поотменяли работы, понимаете? Ну, просто как так можно? А потом, да, мы слушаем комментарии вот этих вот двух персонажей, которые говорят, что у кого-то челюсть не такая, у кого-то мышцы, да, опять же, физические данные обсуждают. Вот это и бизит больше всего. Вы считаетесь, не знаю кем, профессионалами. Говорите профессиональные вещи. А потом, да, просто обычные люди слушают, такие, ой, они сказали что-то про октавное пение. Наверное, это что-то на умном. Наверное, они много всего знают. А вот он номинант на Грэмми. Значит, он вообще крутой. Ну, это смешно просто. Клоунада. Простите. Это дичь. Это дичь. Вот у меня вопрос к продюсерам шоу. Я понимаю, что у вас там как бы своя вот эта каста образовалась за пять сезонов. Но почему вы не проверяете регалии человека? Почему вы не контролируете его профессионализм? Я как бы напоминаю, что люди приходят, ну, как бы уже с большим бэкграундом. Люди приходят просто потрясающе. Поют великолепно. И за это большое спасибо, что вы как бы даете им эту дорогу. И вы показываете их. Но имеют ли право оценивать вот эти люди, тех, кто приходит на эти кастинги? Справедливо ли они их оценивают? И потом они говорят, типа, ну, вообще мы хотим сделать образовательный процесс, чтобы к нам приходили учиться. Монни, монни, монни! Да, учиться. Мы поняли, у кого уже, да? Ну, это трэш вообще. Это трэш. Я просто не понимаю, как член Королевской Академии Музыки не может знать, что такое штрабас, что такое вокал фрай. Где, блин, находятся ложные складки и почему мы не можем расщеплять связки. Я понимаю, что оперник там может хрени всякой наговорить. Но Солод вот так как бы молча слушает. Где, где профессионализм? Где он? Вот честно, когда на ТВ-шоу такое появляется, вот иногда мне хочется, знаете, заорать как Лазарев просто на некоторые доводы каких-то экспертов. Всевдоэкспертов. В общем, ребята, простите за мою излишнюю эмоциональность в этом видео, но вот как-то, знаете, накипело. Как-то вот собралась эта информация, и я вот уже как бы думаю, вот надо, надо высказаться. И надеюсь, я никого не обидела. Опять же, да, как вы понимаете, мы максимально стараемся быть объективными. Просто тысячу раз подумайте, нужны вам эти кастинги или нет. Ну, как бы просто, да, там, появиться на телевизоре, но это, по большому счету, это ничего не даст вам. Потому что возможен такой случай, что вас просто будут глушить после. И также, да, напоминаю про Бусти, напоминаю то, что у меня есть телеграм-канал, куда я выкладываю еще больше разных материалов. Сплетни, интриги, скандалы, все туда. Всех обнимаю, ребята. Пишите свои мысли, что вы думаете насчет этой темы. Я уверена, вам есть что сказать. Давайте пообщаемся и обязательно ставьте лайк, делитесь с друзьями этим видео, чтобы побольше народу увидели, как можно дурить людей. Может быть, неосознанно, не знаю. Попили в кабаках по 10-20 лет и все, они соскочили, они уже педагоги. Нет, так не получится никогда. Фантазию. Ты меня называла. Ты меня называла. Подробнее.